Всем привет, друзья, с вами Ева и ходячие собаки, ходячие собаки, у нас с вами сегодня неделя ходячих для тех, кто потом смотрит записи давно, через многое большое время, и те, кто не понимают выхода серии. Я хочу вам сказать, что у нас была последняя неделя Watch Dogs, я надеюсь, что на этой неделе мы прям вот пройдем, возьмем и пройдем с вами всех собак. Сейчас, 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 чуть подальше, чуть подальше, чуть подальше, говорю. Теперь для того, чтобы забраться на этот гребаный кран, мне нужно делать целый обег. Самое интересное, что вот сейчас на карте нарисованы копы, то есть они стоят прямо перед опущенной платформой от крана, и у них не возникает вопроса, а что это такое, а что, почему, подожди, зачем кран это сделал? Это же нарушение порядка. Нет, мы едем по своим делам, и проникновение на здание с помощью крана, это абсолютно нормальная вещь. И, знаете, мне кажется, именно по этой причине Децек властвует в этом городе. Власть Децек неоспорима. Ты, грузовичок, зря это сделал. Я ведь сейчас не буду тебя пытаться попросить уйти или как там. Ты сейчас уйдешь сам. Маркус, не упади, пожалуйста, молодец. Ну, а теперь мне нужен джампер. Ну, тут же что, мы ищем джампер, и разобраться с этим плакатом. Ты там? Или плакатом. Да, у билборда перед огромным конгрессменом-трассом. Приступай, друг. За дело. Вот сюда, это было несложно. Ух ты, ё-моё. Ух, 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 ух. Меня взламывают? Надо его найти. Ну, смотри, кстати, заметь, тебе уже горац, и ты уже не звонишь. Вот он ты. А, тут вот для дебилов вход есть. Типа, даже перепрыгивать не надо. Мне кажется, здесь лошадь бы прошла, а не то, что мой джампер. Странно, что это всё произошло на миссии. На основной. То есть, не на побочке, а на основной миссии. Обычно подобное происходило всегда на каких-нибудь не особо важных миссиях, типа взлома банкоматов и так далее. А здесь, оп, очки. Здесь я разговариваю с ситарой, и параллельно меня пытаются взламывать. Нечто новое, нечто новое. Ааа, какой же сильный флешбек. Так, опять я возвращаюсь в тот момент, когда я ездила по всему городу и разукрашивала рожи. Дай бог это будет единственный плакат, дай бог, дай бог. Если я буду ездить по всему городу, и по всему городу рисовать какашки вокруг лица нового избранного депутата. У, жопа. Выборы, выборы, кандидаты. Кидары. Слава господи, слава господи, слава господи. Красавчик. Я про свитер, естественно. С билбордом вышло супер. Мы хотели реакцию, мы её получили. Да? Мы прочитали переписку трасса. Похоже, он очень зов. Пытается вести закон против групп с возможностью распространения директив и действий проприетариев. Это же мы. Позакрывать хакеров. Чувствуется влияние инвайта. Поэтому и сотрудничают с трассом. Ага. Надо хакнуть офис генерального. А, Мэри Кэтскелл. А вот и эксплойт, который откроет бэкдор на их серверах. Опять флешка? Я скоро магазин открою. Эту не продавай. А прикиньте, если я ворвусь сейчас в главный офис инвайт генерального директора, который тогда был в отпуске, Кэти или какой-то Мэри, забыла, в общем, как её звали. Помните, мы же уже были с вами в офисе инвайт, и мы пытались оттуда свалить. В прошлый раз дела шли не так хорошо. Да, 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 да. Прямо хуже некуда. Да. Ну что, прекрасно. Хорошие новости, да? Хоть что-то разблокирую. Может быть, смогу даже пробраться куда-то благодаря этому. Не очень понимаю, куда, но куда-то. А, но куда-то я точно смогу пройти. Но куда-то я точно смогу попасть. Это что? Это дверь. Просто двери. Двери мне не нужны. Ну, как бы, нужны, чтобы спуститься вниз. Там уже стрельба что-то какая-то? Дерско. Дерско. Я спешу заметить. Ничего вообще не делаю для того, чтобы стрельба начиналась. Дерско. Десять раз. Повзламывай меня, деточка. Повзламывай меня, и будет хорошо. Довольно-таки быстро, надо сказать. Я горжусь тобой. Так, теперь поехали сюда. Эту штуку мы, естественно, только так сможем направить. Эту только так. А эту... Только так. Только так ты не получишь ништяк. Только так ты не получишь то, что надо. А здесь вот так. Да, Ева, я выполнила уже. Вот. И теперь я могу, да, останавливать эти ништяки. А то, видишь, да, Ева какая молодец. Захотела по-быстрому ноутбук взломать данные, забрать и свалить. Не-не-не. Такого в мире вучь в 2x2 не бывает. А теперь уже возвращаемся к телефону гендиректора Инвайт. Молодец. Спасибо. Так, что это такое? Ты видишь это? Похоже на... Блин! Они используют кандидата. Черт. Получается, это дело рукблюм. Они убеждают людей голосовать за трасса. Знаешь, перенастроить код наоборот проще простого. Ха, гениально. Давай. Каким образом они могут принуждать голосовать? Только если смс-ки присылают, типа, голосуйте, наш кандидат, не забудь про телефон гендира. Уже иду. Или не смогу. Нет, я думаю, я... Быстро пройти и сбежать, куда мне надо. Тем более, ход крутится, находится прям. Ну, по крайней мере, зайди на духод. Да, факт, да щит. Сейчас, секунду. Не надо. Прием! Объект, вероятно, в вашей зоне. Никого нет. Люди выбежали, истая. Мне это на руку. Друг друга перебили. Друг друга перебили. Да нет, вот этот скрой, хорош. Он пропал. На первом этаже меня уже ищут. Черт, давай быстрее, чувак, давай быстрее. Сейчас они поднимутся наверх и поймут, что здесь я... Хотя нет, я тогда увижу их сигнализацию, тогда сработает. Это женщина, генеральный директор, которая постоянно в отпуске, хоть когда-нибудь работает. По-моему, никогда. О, крутота. Мы получим запись всех разговоров. Каждое слово. Постоянно какие-то перестрелки в этом инвайт. Агент-директор даже не приходит на работу, чтобы проверить, что происходит. Это все равно, чтобы прийти в офис ВКонтакте, устроить пальбу, взорвать купол, который там в Питере один из самых популярных куполов. Самое такое известное здание. И никто не придет. Никто даже не обратит на это внимание. Ну, типа, ты подумаешь, и что? Ну, скачали данные. Хаскеры тоже. Все, вышел. Джош перенастраивает код против трасса. Слушай, другой кандидат проводит ралли около мэрии в рамках своей компании. Встретимся там. Врум-врум, мотафака. Ну-ка, по сторонам. Гля, какая у меня тачка. Я даже не покупала ее. Я все время нахожу хорошую машину. Мне поэтому нравится ходить в дорогих районах Сан-Франциско. Ничего особо делать не надо. Бяу-бяу-бяу. И все, и тачки находишь. Мы живем в мире технологий. И крупные IT-компании виртуозно отделяют вас от ваших данных. Йоу, похоже, у Терезы Моретти есть шанс. Если инвайт добьется своего, выборы под угрозой. Кандидат может влиять на всех избирателей в стране. Да, а Трасс будет их выгораживать. Именно поэтому он так важен. Ну, с тех пор, как мы влезли в код инвайт, акции конгрессмена Трасса начали падать. Ну, Рэйч, привет. Йо, Эм, ты должен послушать, что у нас есть. Это Трасс говорит с Мэри Кэтскилл, гендиректором инвайт. Сделайте что-нибудь, все пошло не так. Встретимся лично. У меня есть решение этой проблемы. Ну, слава богу. Встретимся в моем пентхаусе. Удвойте охрану, тогда приеду. Спасибо, Мэри. Вау. Я запишу эту встречу. Отличный козырь. О, надеюсь, мне не надо будет внутрь заходить. Ваши вас ждет, сэр. Благодарю, сэр. Я не хочу заходить внутрь пентхауса с удвоенной охраной. Вот если бы через камеры просто подглядеть за ними, я бы с удовольствием. Тогда да. Тогда давай. О, класс. Офигенная тачка. Спасибо, Рэйнч. Нашел ее на свалке. Садись быстрее. Надеюсь, он будет со мной. Ммм, это будет мне как круто. Я вот думаю, в последней миссии вот эти галочки. Да, извиняюсь. Эти галочки. Их будет очень много. Палочки, галочки, перенастраиваемые, которые голубые линии распределяют по сторонам. В смысле, я знаю, что компании управляют людьми, но это просто подло. Они контролируют весь трафик. Они знают все обо всех. Знают, как этим пользоваться. Ооо, кто же так поворачивает трамвай, ты гребаный. Ооо, кто же едет так, не останавливаясь даже. Помеха слева или помеха справа. Нужно смотреть по дороге. Тебе совсем свой автомобиль не жалко? Мне этот автомобиль Рэйнча не жалко. Он его собрать может хоть завтра по новой. А вот твою тачку, чувак, боюсь, уже никто не восстановит. Так, стопей. Так беги быстрее. Ты что, по лестнице, что ли, побежал? Ну беги, давай. По лестнице он пошел. Что, не паркурчик? Естественно, ты будешь тут лазить, а я пойду подключу быстренько пентхаус. Я, кстати, здесь бывала, когда выполняла миссию Зодиака. Круто, круто. Прикольно, что некоторые места пересекаются. С одной стороны, возникает вопрос о нехватке воображения. То есть, мол, типа, скажите, а вы не могли задействовать еще какие-нибудь здания, сделать там более интересным пространство? Но приятно видеть старые знакомые места. Мистер Немич, какой сюрприз? Сюрприз, сюрприз. Что, в штаны навалил? Это нечестно. Мисс Кэтскилл и вы обещали... Я ничего тебе не обещала, Марк. Обещают только дошкольники в саду, Марк. Шантаж, да? Послушай, я знаю. Мне придумать бы что-нибудь поинтересней, но... Но и клише всегда работают. В этом штате к сексуальным девиациям относятся лучше, чем к наркотикам, Марк. Я конгрессмен США. Короче, дело к сраной ночи, Марки. Твои рейтинги скоро пробьют, но... Время плана Б. Ты же помнишь план Б, не так ли? А вот и все. У всех есть заветная флешка. Если интересно. Я думал, вы обеспечите мне победу. Неа. Чудеса для лузеров, Марк. Разве самому не интереснее? А если что не так, главное... Держи язык за зубами. А не как на этих фото. Ты, опять же, извини за них. Я исправлюсь. Она делает более крутые фотки. С более классных ракурсов. Ну, типа, сзади в приседку. А, если вы понимаете, о чем я. В общем-то, они подприжали его. Рейндж, ты где? Господи, Рейндж. Ты видишь? Душан с ними заодно. Ого! Они тут времени даром не теряют. Маркус, здание обесточено. У нас нет доступа. Мне нужно попасть туда, чтобы понять, что они делают. Я уже на другой крыше. Отсюда можно попасть в пентхаус. Тут полно грузовых кранов. Я понял. Да, я уже этим занимаюсь. Быстрее, чем вы мне успели сообщить. На этой крыше или на следующей? Не, на следующей. Эй, 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 вау, вау. Не в ту сторону. Давай, круголярь сделаем. Конечно, у нас же совсем нет возможности не потерять время. Как ты это сделал? Как ты это забрался? Телепортация или, может быть, с помощью дрона Джоша? Потому что кран, на котором я к тебе прихожу, очень... Очень занятно, но был... Вау. Я не успела доехать до крыши. Был свободен. Свободен. Стоял и ждал меня. Ха-ха. Хе. Привет. Эй, Маркус. Как там? Йо, зацени. А? Отсюда весь город видно. Как же там много людей. Длиннички, господи. С маяка было мне. Ага, полной жопе. И ведь всем пофиг. Просто... Просто... Пофиг. Это кошмар. Будет чертовски непросто превратить их обратно в людей. О, да, чел. Ладно, чел. Ищи улики, а я займусь путями отхода. Я бы... Я вот, допустим, когда была маленькая, всю жизнь мечтала стать хатскером. Таким прям true хатскером или true киллером. А сейчас понимаю, что блогер вполне себе тот же самый килла... Килла, килла хатскер, нубер, вот, да, ракер. Скачайте улики. Это конгрессмен? Каким грёбанным способом? Нет, по-моему, это верталёшь. Таким, наверное. Иди ты. Как я люблю эти путешествия по Сан-Франциско. Они стирают улики. Маркус, открой доступ, пока всё не потёрли. Я запущу тебя в систему. Юзай ботнет. Брутфорщ доступ. И качай всё, что можно. Но они всё поймут, как только увидят закачку. А так даже интересней. У меня для них сюрприз. Успеем удалить данные? Почти всё. Ребята в НВАЭС сейчас бэкапы подчищают. Они смогут? Это наши лучшие компьютерщики. Мы наняли профессионалов. Я надеюсь, что я успею. Я, конечно, понимаю, что здесь всё скриптовано, но вполне возможно, что здесь есть какой-то секретный отсчёт, который просто не высвечивается нам на экраны. Поэтому из-за того, что я буду тянуть время, оно как бы затянется навсегда. То есть я уже не сделаю ничего. Вездесущие прекрасные краны. Как хорошо, что их ставят на каждом шагу. Я бы на самом деле... Вот увеличила бы дальность джампера. Это вообще как-нибудь возможно? Почему нет такой способности? Не-не-не-не-не-не. Бро-бро-бро-бро-бро. Просто пониже опусти и всё. Маркус, я думаю, как-нибудь заберётся на это. А прикиньте, если всё-таки финальная битва будет не взламывание различных голубых палочек, как было всегда, а, допустим, битва с чуваком, у которого хвостик. Это будет интересно. То есть прям вот как в прототип 2. Финальный босс. Йо, Ситара, я почти внутри. Включи мне что-нибудь. Получу я, короче, за это авторские права. Однозначно вам говорю. Консультанты говорят, у вас слишком официальный вид. В Вашингтоне это нормально, но тут надо по-другому. У меня есть пара стилистов. Они помогут. Скажем Джереми. Он завтра будет в самолёте. Вам понравится. У него бывают отличные идеи. Он любит... И ещё, Марк. Расплодились борцы за свободу частной жизни. Обрицают прогрессивные идеи, прямо как лутиты. Кричат они громко, и эти могут воспользоваться наши конкуренты. Ох, не обращайте внимания. Иначе получите ярлык противника частных свобод. Лучше подчеркните, что защиты частных интересов прикрываются те, кто хочет развалить экономику залива. И лучше говорить не частная жизнь, а, скажем, грязные секреты. Например, желание любыми средствами сберечь свои грязные секреты это угроза благополучию граждан Северной Калифорнии. Убийца, иди по этому адресу и устрони проблему. А вот и я. В каких-то прямо недрах, я бы сказала. Не очень понимаю, где нахожусь. Ты в системе. Твой ход. Может быть, стоит оставаться здесь навсегда. Будь отхода готов. Чувак, тебе это понравится. Ты забираешь меня на вертолёте? На вертолёте, пожалуйста, давай, ну. Я тебя умоляю. Сделай что-нибудь пафосное. Охерительно. Вау, как ты это сделал. Я лечу. Рейндж, я не видела тебя на этом пентхаусе. Как ты умудрился это зафигачить? Ну да, это было слишком палевно. Точно. Беги, 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 беги. Некогда останавливаться. Давай, давай, Мартус. Не, 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 не. Да, нашли какой-то левый контейнер. Не надо сюда ехать. Ищем. Он не мог далеко уйти. О, хорош. Не надо сюда поворачивать. Молодцы. Умнички. Рейндж, ну ты охренительно устроил. Путь отхода. Я думала, что ты на вертолете пролетишь. На вертолете было бы даже более эпично и паф. У-у-у, довольно быстро, довольно быстро. Их запасной план машины для голосования. Они хотят еще усилить защиту. Защищены только уже собранные данные. А теперь бюллетени можно аннулировать еще раньше. Джор знает, где машины хранят до дня выборов. Он будет ждать тебя в Фортпоинт. Фортпоинт? Скоро буду. О, и да, Маркус. Захвати с собой взрывчатку. Я так ждал этих слов. Но у меня нет взрывчатки. В Хакерспейс идут, может быть, здесь можно сделать взрывчатку. Я просто не знаю. Оружайных магазинов тут нет, но зато есть 3D-принтер. Возможно, на 3D-принтере стоит нафигачить несколько тротилок. Ну и что, и все, что ли? А где же мне тогда брать взрывчатку? Интересно. Может быть, в разработке? Может быть, реально в разработке? Шоковая граната. Ладно, давай. Шоковые гранаты, окей. Джош, только не говори, что ты там. Маркус, Маркус, на крыше снайпера. Снайпера? О чем это ты говоришь? Изумение. Прости, не знаю, откуда они взялись. Может, душа нанял. Почему ты шепчешь? Я не шепчу, можешь войти. Ну нет, я туда не войду. Слушай, завтра машины повезут на избирательные участки. Что делать? Реверс инжиниринг? Нет, нереально. Слишком мало времени. Это военный вирус. Единственный вариант — это уничтожить все. В смысле машины? Каким образом? Взорвать, что ли? Этот форт — военная база. Здесь много взрывчатки. Если не будет машин, перенесут выборы. Да, мы раскроем заговор. И дадим людям время принять правильное решение. Да, блин. Я за Джош. Ты за? Окей. Хорошо. Знаете, что за любимая фраза у Маркуса в этой игре? Да, блин. Обычно алкаши так говорят всегда. Да, блин, чувак, да. Вам не кажется, что взрыв — это как-то чересчур? Нет уж. Джош сказал, что мы получим время до выборов. Так что все это ради народа. Так, ну два из них уже разрушены. У меня осталось только два. И наконец-то эта гребаная миссия будет закончена. Господи. Я дико задолбалась ее проходить. Уж не знаю, почему мне она вызвала серьезные сложности. Типа, задним ходом эта штука не разрушается, что ли? Ну-ка, блин, давай ломай ее к чертям собачьим. Так, все, я психанула. Да блин, вы гоните, что за херня? Я прошла эту миссию, тут больше нет ни одного вонючей машины для голосования. Выключите эту музыку, это просто блевотня. Я уже все сделала, что еще не так? Ну, уже и взрывчатка, и все, что надо, у меня есть. Бля, я четыре раза провалила это задание. На пятый раз я это задание прошла. Но оно заглючило. Оно заглючило, вы понимаете? Оно просто не засчиталось. Да, детка, да, с шестого раза это наконец-то произошло. Теперь тебе надо уходить. Я знаю, я знала это еще в первый десяток раз, когда сначала меня убили кучи снайперы из ниоткуда понабежавшие больше, чем надо. Там не только два снайпера на крыше или на нижних этажах было. Нет, там в общей сложности было шесть снайперов. Два бронебойных чувака и несколько обычных у меня секьюрит. Это нормально, блин. Я не понимаю, я что, в бронежилете здесь хожу или что? Потом еще какие-то сыновья, тетушки, шумными начали набрасываться. А потом миссия заглючила. Кстати, мы сделали видео по тем данным из Пентхауса. Зацени. Ничего уже неинтересно. Ненавижу эту игру. Ненавижу. Ооо, глюки. Убиваю. Дорогие граждане. Корпорация Invite крадет ваше священное право голоса. Вами просто манипулируют, основываясь на личных данных. И вы голосуете за марка трасса. Но от отсек взломали Invite и поменяли их алгоритм. И результаты изменились. Invite, не желая отступать, решились на отчаянный шаг. Здесь вы видите, как генеральный директор Invite Мэри Кэтскилл передает веру для машин голосования Марку Трассу. Выборы отложены. Граждане, у вас есть время подумать. Не позволяйте никому управлять собой. Децек призывает вас обдумать свой выбор. Децек рассказывает правду. Решать вам. Да, да, да. Это был очень интересный, очень познавательный ролик. Спасибо большое, Децек. Реал лесбиянки. Смотрите, у меня для вас есть подарок. Хоть какое-то счастье, Господи, после этой миссии.